так друзья мы приступаем практическим работам у нас надо проверить зазоры тепловые зазоры в клапанах у honda nc 750 x ну и заодно я поменяю охлаждающую жидкость первый этап нам надо снять защитный кожух тут у нас шестигранничек на 5 слева и справа откручиваем по одному винту кожух защитно держится таких четырех посадочных местах прорезиненных там чтобы вибрация не влияла да как мы снимаем мы на себя оттягиваем раз с одной стороны и с другой стороны и на себя тянем и кожух снят воля по мануалу следующий шаг это надо открутить снять вот эту крышку радиатора она фиксируется каким-то шурупом да откручиваем ее так и открываем опа и даже что-то потекло тряпочка первый раз открываем вот как выглядит да все как у настоящих машин взрослых и здесь вы можете видеть налито до самых краев так теперь будем внизу откручивать сливной болт оставим здесь на месте так сейчас покажу вам где находится сливной болт за одну поймем какой там размер друзья мои вот сливной болт вот здесь короче как ориентироваться вот у нас выпускной коллектор ну там где труба начинается и за ней прямо я думаю тут на 10 сейчас мы померяем так вот так вот а нифига опа все сдернул сдернул и теперь откручиваю откручивая даже может упасть ничего страшного так уже сочится вижу потекло таким вот макаром видите тазик тазик шмазик вот здесь все понятно так следующий шаг по мануалу вот у нас есть идет с лямбда зонда видите нам надо вытащить этот провод он находится в корпусе расширительного бачка да нам надо его вытащить вот так видите вытащили потому что мы сейчас будем снимать расширительный бачок это раз второе тут вот есть такая дренажная трубочка ну через нее я так подразумеваю лишняя охлаждайка выходит и нам надо вот эту дренажную трубочку вот эту дренажную трубочку извлечь но запоминаем да смотрите вот запоминаем в эту дырочку вставляем и продевается вот сюда она то есть нам надо ее поднять вот так вот видите да поднимаем вверх вот так вот видите такой петлю делает то есть у нее крепление вот здесь и вот здесь и вот здесь идет сифонная трубочка а сифонную трубочку мы будем отсоединять немножко позже потому что написано вначале вот открутить этот болт вот этот снять расширительный бачок и потом уже снять вот эту сифонную трубочку да ну что займемся похоже что там тоже на 10 будет посмотрим на 10 главное не уронить да на 10 на 10 здесь можно смело использовать трещотку я думаю будет удобно и уместно если она туда влезет только так это мы закручиваем очень легко тут можно пальцами уже все это выкрутить видите расширительный бачок прикручен только одним таким болтом но болт такой непростой видите с такой площадкой ну потому что пластмасса надо пластмассу прижать видите все хитро теперь нам надо как мы это отводим и вот расширительный бачок у нас здесь держится внизу 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 входит такой паз да комарик кусает да паз поднимаем видите пазик поднимаем и вытягиваем вытягиваем куда мы вытягиваем так не торопимся смотрим туда что двигается а а я понял я все понял я все понял я все понял У нас этот сифонный шланг, он тут идет вокруг вокруг дуги безопасности, поэтому мне придется его как-то отсоединять. В принципе, что я могу сделать? Я могу снять крышку, чтобы она не мешала, и провернуть. Крышку сняли, и вот так вот проворачиваем, и что-то у нас еще удается, что-то еще удалось. Понятно? Хорошо. Так, сифонный шланг, сифонный шланг. Теперь мы один его конец и соединим. Он идет туда, надо запомнить. Это у нас этот, а этот уходит наверх. Я понял. Так, я все понял. Я все понял. Сифонный шланг у нас соединяется вот здесь вот. Я не знаю, видно, нет? На видео надо посмотреть. Видно, да. Вот здесь мы его соединим. Так, надо плоскогубцы взять. Сжимаем кольцо. Тянем на себя. Вот так вот. Главное, перетянуть бабушку пластмассовую. Тогда будет легче. Да. Надо было в перчатках работать. Все, видите, да? Так. И теперь вот соединяем вот это с помощью отверточки. Попробуем. Вот так вот, да. Все пошло. Чик. И снялось. Так. Есть. Теперь не забыть, как этот заходит. Сливной. Сливной идет вот так сверху. Сверху он идет. Запоминаем. Куда он здесь идет? Он идет вот сюда сверху. Я понял. Все. Все, друзья мои. Извлекли мы. Извлекли мы и будем сейчас по инструкции его промывать водой. Так положено. Ну, как промывается водой, я не буду снимать. Водой промываем все это дело и откладываем в сторону пока. Так. Теперь нам надо снять радиатор. Радиатор крепится вот здесь есть. Видите? Где мой пальчик? Вот. Слева один болтик. На резиночке. И справа один болтик. И снизу. Видите? Такая скоба. Вот скоба. И болт. Но прежде чем мы будем откручивать эти болты, давайте вот я откручу эти хомуты. Отсоединю вот эти резиновые шланги. С левой стороны он снизу. А с правой стороны он сверху. Вот здесь видите? Вот он. И запоминаем вот как эти хомуты стояли. Еще в инструкции написано, что когда вы затягиваете хомут, вот этот хомут, то он должен быть или заподлицо с этим шлангом, или же вдаваться в него, но не более одного миллиметра. Это будет правильная затяжка этого шланга, хомута, да? Ладно, снимаем хомуты. Возможно, с этого сейчас что-то польется. Так, слева и справа я снял шланги, которые идут к радиатору. Вот эти хомуты открутил. И не просто так дергал, а вот таким образом повращаете вдоль оси, и тогда он сходит. Потому что вот этот патрубок на радиаторе, он, по-моему, ну, не знаю, такой, ну, чтоб не повредить. То есть открутили хомут, и вот таким движением по кругу, да, вдоль оси шланг сходит очень легко. Теперь нам надо вверху один болт и один внизу открутить, а потом будем там отсоединять всякие коннекторы. Так, нижний откручиваем. На 10, по-моему, если я не ошибаюсь. Не туда трещотка. Да, на 10. Так, тут все пальцами открутить. Так. Опа. Тут. А, вот сюда подается радиатор. Я понял. и теперь верхний муж не надо было нижние и верхний не открутил непонятно ну ладно никуда он не денется сейчас посмотрим если будет мой косяк то поймем что неправильная последовательность верхний я почему-то думал что сверху 2 будет а там 11 посмотрим они одинаковые или нет ни верхние видите верхней длине так хорошо теперь эта штука выпала что-то потекло где наше ведро ведро подставим я уже думал ничего больше течь не будет вот нижнее крепление такое у нас такой формы эти здесь такая резиночка есть снизу этот радиатор крепится все чтоб вибрации все нормально откладываем а понял короче друзья мои открутили вы болт сверху радиатора он находится с левой стороны и потом надо весь радиатор подать влево видите они сэкономили на болте как сэкономили молодцы рассуха раз подаем и все и радиатор у нас уходит типа вниз что ему здесь мешает смотрим 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 а вижу 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 так там серый коннектор вентилятора есть и идет провод свечи зажигания вот их надо отсоединить честно сейчас чуть-чуть передохнув покумекаю и отсоединил так немножко поколдовал и разобрался с разъемом вентилятора вот смотрите друзья этот контакт вот это мама серая белый папа у него есть такой такое крепление видите вот так вот видно нет вот что мы делаем мы вначале контакт не разъединяем да а мы берем вот эти сбоку видите снизу и сверху подгибаем отверточкой подгибаем их и это крепление выходит из кронштейна вентилятора то есть мы освобождаем контакт чтоб он был более-менее скажем гибким и тогда и тогда вот смотрите в белой штучке вот здесь сейчас покажу куда ты делась вот надо твердку взять вот в белой штучке то есть в папе вот видите здесь в центре есть такая пластинка вот эту пластинку вот эту надо вниз на на видите вниз и на нажать и тогда потянуть на себя папу и папа выйдет из мамы все очень просто еще раз повторяю да вначале вот этот крепление видите которое крепит весь 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 разъем к корпусу вентилятора две пимпочки сжимаем и крепление аккуратно выдвигаем выдвигается без проблем тогда у нас более менее свободный доступ весь и мама серая папа белый вот у папы здесь такая сверху пластиночка есть посередине нажимаем пластинку тянем на себя и все разъединяется все не надо там никакой силы бешеные ничего можно конечно поломать все но вот аккуратненько так делайте так что у нас осталось смотрите вот еще там покажу вам это где идет с воздушного фильтра видите трубочка такая ну где воду сливает ее надо отсоединить раз и отсоединить одну один провод на свече зажигания тут тоже сжимается и отсоединяется это снимать не буду это легко сейчас сниму и все и тогда радиатор будет полностью уже снят и теперь теперь я снимаю просто радиатор а еще хотел запомнить как идет как идет это вот типа обратки сифон так он идет здесь здесь идет уходит уходит вот сюда вот 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 под 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 раму идет вдоль видите тут это второй провод свечи правой идет вместе с ним фактически но сзади него и дальше идет видите так вдоль двигателя и выходит вниз вот здесь он уже крепится к расширительному бачку я сам хочу это снять потому что я могу уже забыть вот это это надо снимать вот такие моменты потом когда через какое-то время начнешь собирать уже не помнишь как эти шланги идут это я запомнил ну все друзья мои я просто шланги наживил чтоб радиатор держался сейчас снимаем шланги вуаля радиатор будет снят ну что все мы отсоединили все шланги все контакты крепления и теперь снимаем теперь самое приятное так ну и вот теперь назову эту это сифонный шлангик вытащить на себя да он идет за свечным проводом запомним это да все друзья мои извлекаем наш радиатор так вот он выглядит сзади первый раз вижу сейчас пойдем на солнце его рассмотрим так вот как у нас выглядит радиатор да ну так он стоит на мотоцикле видите это у нас идет заливная горловина это сифонный шланг вот одно крепление по ходу дела она металлическая какой-то алюминий вот вниз уходит на водяной насос здесь у нас радиатор вот видите на радиаторе крепится раз два три вентилятор вентилятор крепится у нас вот что я вам говорил этот розовый шланг где течет ну куда скапливается вода с воздуха на видите вот здесь то есть отщелкивается очень просто видите а вот дырочка сюда вставляется это крепление провода свечи зажигания левого она как стрела тут надо подогнуть и тогда она выйдет сюда кстати написано panasonic а вы знали что на honda вентилятор panasonic я первый раз и это узнал так сейчас у нас что в мануале написано надо осмотреть радиатор и если есть какие-то загибы но этих решеточек видите этих ребр надо аккуратно их отверточкой выпрямить но я не вижу ни одного загиба кстати все у меня ровно и продуть сжатым воздухом сейчас сжатым воздухом продуем его и таким образом у нас радиатор будет обслужен да короче внимательно посмотрел все-таки есть парочку замена в верхней части надо просто тонкой отверточкой аккуратно эти заменчики выровнять здесь нормально здесь а вот еще есть один так верхний ряд нормально 2 нормально 3 нормально 4 ну в целом нормально это при том что пять лет без защиты ездил эти 100 очень легко и теперь что мы сделаем мы продуем сжатым воздухом вот мошки все суда летели до спереди а мы будем дуть сзади выдувать их нафиг я думаю так будет правильный они легче выдавится эти мошки берем и короче не все можно выдать компрессором да видите засохшие мошки такие я придумал у меня есть спрей от мошкары он размещает сейчас я подую пеночкой пеночка это размягчит эту мошкару засохшую а потом я выдаю с обратной стороны сжатым воздухом да отлично просто отлично сейчас две-три минуты все от мякнет и выдуем пена уже растворила мошкару как вылетает классно среди все-таки какая-то часть мошкары осталось внутри блин надо наверно помыть водички я думаю взять дома и аккуратно помыть водичкой до радиатор чтоб чистенький вообще был так и сделаю